привет меня зовут таня добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео хочу вам рассказать о таком личном сокровенно очень волнительно очень радостном с одной стороны очень тяжелым с другой дне и речь пойдет о моих родах в свое время когда я готовилась скажем так родом я пересмотрела очень многие а то наверное даже все видео которые есть на русскоязычном ютьюбе на эту тему и я знаю что очень многие интересуются сначала как бы даже не родами а предвестниками родов у меня этих предвестников было только два первый это опущение живота причем живут у меня опустился за месяц до родов и по этой причине я думала что я рожу раньше срока но в итоге я переносила на два дня и второй предвестник это тонус матки сейчас уже я понимаю что очень похоже на схватки только безболезненные то есть живот каменеет на несколько секунд потом хоп отпускает потом опять каменеет и так могло быть по раз я не знаю 15-20 в день несмотря на то что я надеялась родить как я уже говорю раньше срока когда пришел вот этот вот день x 22 сентября я точно знала что в этот день я не рожу вот я не знаю вот такая был была у меня чуйка а вот 23 мне как-то уже было тревожника так но опять же 23 прошел для нас как вот обычный день и как сейчас вспомню я сходила в душ причем мы как-то в этот период уже ложились спать очень поздно то есть раньше 12 мы не ложились в 12 часов мы легли и до часу мы смотрели вот чтобы вы думали программу о гитлере но как-то так получилось посмотрели эту программу и легли спать а последние два месяца перед родами да вот 8 9 я очень плохо спала думаю что все девочки которые были беременны или сейчас вот как раз на этом сроке они меня поймут матка давит на мочевой пузырь и ты только то то и делаешь что гоняешь туалет и плюс у меня очень сильные сильно болела спина ну то есть как это происходило я ложилась вроде бы как находила такую позу которая я могу спать будут мне хотелось туалет я ходила в туалет потом опять приходила вроде бы как лягу вроде бы как удобно опять в туалет и вот так вот всю ночь и это конечно просто жесть тогда у меня была возможность поспать днем то есть вот ночь его так вот я бегала туда-сюда ну и потом днем часика два-три я должна была поспать так вот легли мы спать я просыпаюсь мысль о том что я выспалась вот прям долго проспала знаете вот подряд думаю наверное уже часов так 6 утра я лежу при этом на правом боку возле меня вот ну рукой до дотянуться был телефон я беру телефон смотрю ровно 3 15 ночи думаю вау но я выспалась я делаю при этом вот такое движение переворачиваю справа бока на спину и такой знаете хлопок и у меня отходят воды прямо в постели и я при этом говорю только два слова лёша воды и он схвачивается начинается такой знаете кипиш короче при этом пристём меня вообще абсолютно не было никаких болей то есть я чувствовал что у меня каменеет матка то есть это вроде бы как схватки да но при этом абсолютно ничего меня не болело спасибо мужу он занялся стиркой постельного белья я при этом спокойно сходила душ вообще и стою еще думаю в душе чё ехать можно еще даже дома посидеть потому что ну да вот я же говорю сокращается матка но при этом более ну чтобы там больно было нет думаю странно как-то ну окей но и вот эти сокращения у меня был калькулятор было такое приложение да называется калькулятор по мусла как и я хочу сказать что я вообще не знаю что такое схватки например там длительностью в 15 секунд через каждые 10 минут меня таких схваток не было у меня сразу было минута через четыре минута через пять и вот так вот оно было и при этом совсем не больно после этого мы спокойно сели позавтракали мы это я мой муж и моя сестра у нас были такие партнерские роды втроем кстати в норвегии вы можете прийти к вам народы точнее могут прийти хоть я не знаю 20 человек если они при этом не будет мешать иметь персоналу который там ну будет что-то там бегать что-то доставать и т.д. и т.п. то пожалуйста вот так вот могут прям выстроиться заборчиками смотреть как выражаете то есть сколько угодно людей и при этом вот за завтраком я сижу и уже ощущаю вот это вот схватка и уже так немножко как начинает живот поднывать внизу и своим говорю что они орут все больно где больно не ну больно конечно такая но это же все можно прям потерпеть прям вообще практически не больно ну зря я так сказала потому что вот как раз мы покушали муж мой взял пакеты как бы вот эти вот сумки в роддом да и пошел машину и вот тут вот как раз начался от меня настигла вот это вот моя первая как я тогда думала очень болючая схватка и при этом они так и продолжались то есть минута была схватка и 4 между ними вот ну как бы пробел да опять минута схватка 4 между ними пробел и уже кстати в машине мы ехали уже схватки были такие прям вот серьезные и я помню что я на мужа своего кричала чтобы он по возможности ехал помедленнее это ночь это суббота там хейме вообще нету машин то есть и он при этом не горит они едут у 20 километров в час в зоне там 60 или 50 то есть еле-еле ползу а у меня такое было ощущение что скорость я не знаю 200 причем вот так вот меня колбасит ну в общем доехали мы до роддома роддом в тронхейме находится на пятом этаже это все на лифте подымает вас встречает вас там акушерка берет у вас все документы и задает вам три вопроса первый вопрос какие роды первые вторые третье второй вопрос когда отошли воды и третий вопрос сколько длятся схватки какой между ними перерыв взяла нас и повела в такую комнату которая как я понимаю у них как бы знаете комната приемный покой вот то есть это еще не та комната в которой вы рожаете и там она у меня взяла кровь посмотрела у меня раскрытие уже раскрытие это было без 15 5 и раскрытие было уже три пальца я думаю вау ну классно если я еще еще так немножко полежу я уже скоро я должна родить после этого они меня переодели такую рубашку больничную вот точно такой же как показывают этих всех сериалах таким зайти прорезом зале и отвели в ту комнату в которой я уже соответственно рожала туда вы уже заходите и выходите туда только с ребенка девочка у меня которая вот мной занималась она была достаточно молоденькая и было только 35 но у нее уже трое детей она прям знаете как вот есть люди на своем месте вот это вот девочка она прям вот как говорят норвежцы флинки вот прям такие молодцы знаете в эту палату я попала примерно наверное 5 15 где-то вот так и она мне говорит давай попробуем с тобой переносить вот эти твои схватки в ванной я если честно очень скептически к этому относилась всегда то есть мне не верилось что вода как-то там может что-то там облегчить что-то как-то в одну помочь вот с этой болью но я очень ошибалась она мне набрала ванную при этом выключается свет расставляются по всему периметру там везде где можно свечки то есть такой прям мини спа получается я вам хочу сказать что когда я в эту ванну легла просто я с нее я думала просто с не выйду и она мне говорит если хочешь мы прям ванной будем рожать и когда я хочу какие были ощущения конечно же всю боль это вода и это ванна вам как бы не с ними но как-то это глупо на это надеяться но у меня было ощущение что на одну третью вот все-таки это боль ушла вот прям сразу становится легче я думаю что это все было связано с тем что ванная набрана полностью полная воды да и когда начинается схватка вы можете как бы плавать понимаете тазом и он у вас шевелится и при этом и вы отвлекаетесь и когда вот эти вот движения вы делаете открываются быстрее шейка матки ребенок быстрее продвигается то есть прям вот супер не в эту ванную примерно села в часов шесть и уже восемь она меня проверила раскрытие меня было восемь пальцев это было супер классно как для первородящей но она говорит у тебя все хорошо проходит и схватки продолжались точно так же но немножко укоротился вот этот интервал между ними то есть хватка длилась минуту через каждых три вот я так себе тогда подумала думаю 8 часов это ну еще так по часу на каждый как бы сантиметр до рода начинаются когда 10 пальцев открытия ну или 10 сантиметров я думаю блин наверное в 10 часов уже я рожу но все пошло как бы не по моему плану 8 часов закончилась смена моей кушарочки вот этого что как бы меня принимала и ко мне пришла другая я не могу сказать что она плохая она была когда она зашла кстати я подумала себе о женщина в годах значит точно как бы опытная но немножко я тут прогадала у меня было такое ощущение что она только-только вот переучилась может быть она была обычная медсестрой а потом как бы вот приучаясь на акушерку ну вот что-то как-то она прям не уверена в себе было да я забыла сказать что когда вот я лежала в ванной вообще кто как только вас переодевают вот как бы готовят как бы к родам да переодевают вот эту вот сорочку вам на живот одевают такие два датчика один из них измеряет сердцебиение плода то есть вот как оно выглядит это обычный пояс такой который абсолютно ничего не сдавливает и вот такая вот ну как бы блямба такая да которые вот они примерно находят сердцебиение плода где находится вот туда располагают и она вот просто вы с этим поясом как бы ходить и на экранчике отображается сердцебиение вашего плода второй точно такой же пояс точно такой же датчик это измерение силы схватки то есть вот вы можете прям сначала по этому датчику видеть что приближается схватка и так и было об этом не говорила моя сестра таня сейчас будет схватка я еще сама ничего не чувствовала то есть особо это как только она это скажет через секунд там три действительно я ну чувствовала что все вот начинается схватка у меня и да что вот я забыла сказать что когда я поступила вот без 15 5 у меня сила сводки было 47 и мне казалось что это так больно вот это прям вот так больно что это прям капец но я еще не знала что у меня дойдет до того что схватки мои будут по 170 165 157 вот такие вот вот когда уже перед родами это когда уже желание просто знаете я не знаю при этих схватках вот я помню как я стояла держалась за такой знаете штатив для капельниц я вот так вот за него вцепилась и вот дышу а сама понимаю что если сейчас еще вот секунда еще вот секундочка я вот этот штатив просто так вот согну вот было такое ощущение что я его ну до такой степени это больно я абсолютно сейчас не хочу напугать всех тех девочек которые смотрят меня и как бы пытаются скажем так таким образом подготовиться к своим родам у меня такой нету цели просто когда я была беременна когда я тоже готовилась к своим родам когда точно так же как и вы смотрела видео такого плана когда я своих мамы своей своих знакомых которые уже родили я спрашивала ну как это больно расскажите какая-то боль ну как это боль и всем не при этом говорили ну ты понимаешь да это как бы больно но это боль которую можно перетерпеть конечно можно перетерпеть потому что у вас выхода другого нету понимаете и при этих схватках у вас есть только два выхода то есть две таких знаете тактики либо же вы орете как ненормальное при этом забывайте дышать когда вы орете вы не сможете дышать дышать правильно и при будет страдать ваш ребенок либо же вы дышите правильно и это все терпите опять же говорю потому что другого выхода нету и когда я была как раз сватках я себе дала слово слово что никогда никому я врать не буду когда у меня будут спрашивать больно ли это я буду говорить правду это дофига как больно это просто больно так что и вот этот вы знаете миф когда говорят вам ты родишь и через какую-то там недельку ты уже прям забудешь что это за боль ты уже прям вот забудешь что это и было это все просто ну прихня потому что я уже прошел год и четыре почти месяца что-то знаете я помню эту боль как будто вот рожала я сегодня с утра нифига то не забывается вот отвлеклась темы поехали дальше когда пришла вот это вот 2 акушер очка начались проблемы у нее потому что она перестала слышать сердцебиение плода через вот этот вот датчик пыталась выслушать это все доплером у нее ничего не получалось и она говорит давай наверно выходить с ванной а я говорю нет она говорит то давай наверное выходить ну естественно чё она мне говорит выходить но я вышла и тут у меня такое ощущение что вот это все знаете вся моя вот это вот родовая деятельность она но не прекратилось но умедлилась в разы я не могла ходить при схватках ну точнее конечно если бы меня заставили ходить я бы ходила но это было прям ну нереально для меня больно мне казалось что вот когда вот эта схватка вот этот пик я просто сейчас рухну и ну с ног у меня такое ощущение что отнимались ноги я сейчас рухну поэтому вот прохаживать схватки это был совсем не вариант лежать на боку я пыталась но у меня был до такой степени большой живот что когда я ложилась у меня живот как бы скажем ложился отдельно от меня ну как бы отделялся понимаю ну я не могу это объяснить это было неудобно это было еще больнее в общем что я могла это лежать на спине и вот просто проживать эти схватки при этом с одной стороны сидела моя сестра держала меня за руку смотрела на вот этот вот экранчик где измеряется сердцебиение плода и вот схватки предупреждая меня каждой схватки что самое интересное я между схватками когда вот это вот был интервал я старалась себя как-то отвлечь и при этом закрывала глаза и думал о чем-то там позитивном что я не в роддоме что я и я как бы знаете вот не спала ну почти проваливаясь сону знаете когда ты не спишь а дремаешь вот я дремала и когда она мне говорит следующий раз там схватка я даешь рожаю перетерпела передышала и опять легла и опять мечтаю вот интересно но факт что делал мой муж в это время вот если честно я думаю что когда он будет смотреть это видео на меня как бы немножко обидится но мы с вами секретничаем надо говорить правду когда у меня были схватки у меня нереально раздражал вот мужчины которые будут еще рожать со своими женами вы должны понять что когда женщина в схватке и когда у тебя есть вот эти вот две там три не важно сколько минут между вот этими вот адскими болями тебе хочется отдохнуть тебе не хочется отвечать на какие-то дурацкие вопросы типа а ты хочешь есть там какой и есть тут больно так что никаком есть ты не можешь думать тебе не хочется не пить не есть ничего тебе не хочется тебе вообще ничего не хочется тебе хочется на вот эти вот минуты какие-то там ки у тебя есть до отключиться и вот как-то отдохнуть не хочется совсем не разговаривать не вот я же еще раз говорю отвечать на дурацкие вопросы и что делал мой муж в это время он ходил и кушал вот кушал до норвежских роддома для вашего сопровождения для тех людей которые придут к вам народы все напитки вся еда бесплатная то есть там где-то я не знаю где этот холодильник стоит но там где-то есть существует такой холодильник который битком набит едой и вот кто угодно может прийти и что угодно взять что угодно выпить съесть вот мой муж этим пользоваться это конечно нужно у него спросить может быть для него это было как-то скучно очень долго потому что это все как бы началось ночью до естественно никто не выспался но меня он прям раздражал вот на схватках вот я вот тут прям раздражал при этом не очень сильно хотелось ему рассказать все что я ему о нем думаю но опять же таки что в этот момент я делала я глубоко вдыхала выдыхала и говорила себе таня не сейчас наш надо просто вот поэкономить силы энергию и все остальное в этот момент мне очень сильно помогла моя сестра спасибо тебе я не знаю может быть и одна такая или так во всех нас девочек когда мы рожаем напишите мне как было у вас но у меня было такое ощущение что вот только мне в эту минуту в этот час да вот так вот плохо в этом мире вот я одна никто мне не по не больно и муж меня не понимает и т.д. и т.п. и вот да конечно вот это вот ну лена до которая сидела за руку у меня держала она мне ничего как бы не сдавали каких дурацких опять же такие вопросы мне вообще такое ощущение она по моему за все это время вот что я была сладко даже не отлучалась от меня чтобы сходить туалет вот как я сейчас помню по моему так вот как взяла меня за руку так со мной сидела при этом она мне только что говорила когда начинается схватка и когда вот этот пик она там видела на экране то есть когда вот этот вот пик схватки да и на горит чаще а сейчас уже будет легче действительно когда пик ты уже все думаешь блин сейчас еще одна секунда и сойду с ума а потом уже когда она вот идет на спад тебе еще больно но уже не так и уже ты думаешь сейчас уже сейчас уже пройдет и второй момент что чем она мне еще тоже помогала это когда вот бы вот этот вот момент когда схватки переходили уже потуги мне хотелось тужиться не дышать от тужиться и этого делать нельзя было и когда я вот этого дела я же экранчика вот этого не вижу до сердцебиением но она говорит я вижу что вот там с нормального например 140 120 да она резко падает до 75 когда ты вот это вот делаешь и я помню пару раз она меня прям так знаете грубо в плечо так бух таня дыши и я прям начинала сразу дышать и все это знаете так приходила она мне прямо отрезвляла вот этим вот вот единственных два предложения скажем которые она мне вот как бы говорила во время вот этих вот родов но это опять вернемся к родам 9 часов вот это вот акушер очка проверяет у меня раскрытие и говорит 9 сантиметров и такая маленькая складочка чё это за складочка ну и наговорит вот эта складочка как только расправится мы начнем рожать но я думаю но 9 часов значит где-то в 10 я должна родить но опять же таки в 10 часов она проверяет говорит мне то же самое в 11 часов то же самое в 12 часов то же самое до мной висели часы и вот это вот знаете каждый час вот для меня это просто были ну это от я уже смотрю 12 15 и я понимаю что все у меня начались потуги я прям уже не могу она мне говорит нет 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 не тушься ты не тушься ты продыхивай причем уже знаете вот когда тоже кстати может кому-то пригодится сами схватки я продыхивала так носом вдыхала на 4 счета и ртом выдыхала на 7 когда вы будете считать вот 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 вас тоже это немножко будет отвлекать 1 во вторых это вот просто оптимальное такое дыхание которым меня тоже научила моя акушерка которая уйти ну ходила скажем на такие курсы до перед родами и вот это вот дыхание помогает вашему как бы вашему организму во первых а во вторых организму ребенка получить вот вот этот вот кислород который который ему очень сильно нужен может быть вот это вам пригодится а когда потуги у меня начались она мне говорит тыши часто как собачку я вот это вот собачка лежала я понимаю что я уже не могу я своим говорю ну с ней же это я по-норвежски говорила да а своим говорю все говорю ребята я начинаю тужиться и она смотрит что я уже ее не слышу не слушаю слава богу надо было такое дело сделать раньше реально в общем в этот момент она позвала главную акушерку на смене кстати народы в норвегии доктора приходят только вот в случае если вам нужно поставить эпидуралку в случае если вас будут готовить все таки вот кесарева и случае если вас будут как бы шить и да если у вас разрывы все остальное как бы делают акушерки и вот есть просто акушерки а есть как бы главные акушерки на смене вот пришла вот эта главная акушерка слава богу эту женщину я не помню как ее зовут но я ее лицо запомню на всю жизнь такая знаете во первых не такая как у типичная норвежки ну как мне казалось как украинка только по-нарезке разговаривал и надевает перчатки говорит чё рожаем и она мне говорит сейчас на схватке я тебе делаю раскрытие вот эту вот складочку я тебе просто рукой раскрою и на схватке она мне это дед и я девочки прям чувствую как у меня пошел процесс у меня прям голова вот ребенок прям вот так узнаете продвинуться я это прям почувствовала она горит все рожаем и тут прям вот знаете началась вот эта движуха то есть пришла была вот эта главная акушерка у меня пришла еще одна акушерочка которая которая приходила уже в процессе я забыла сказать просто с ней познакомились она сказала когда ты уже будешь рожать мне дадут сигнал я приду буду заниматься твоим ребенком то есть вот одна остается как бы после рода занимается вами а вторая забирает ребенка и вот его там ну как бы занимается им да вот пришла вот эта вот акушер очка и они начинают вот я лежу на вот этой вот кровать она прям подо мной превращается вот это вот гинекологическое кресло и все я тут уже лежу как бы на нем и все и начались мои потуки и вот тут уже спасибо моему мужу потому что в этот момент отключилась моя сестра мне кажется что ей было насколько меня жаль что она была вот она вроде тут было она вроде бы и сознание не теряла она вроде бы как бы вот ну присутствовала точно также держала меня за руку из этой стороны состояла лена с этой лёша но при этом лена она была вы знаете когда они не смотрела у нее слезы были на глазах узнаете она не плакала но они уже были вот еще чуть-чуть и все капец вручом пойдут и она была вот еще раз говорю где-то вот не здесь вот когда я задавала ей вопрос она отвечала на вопросы но с опозданием секунд пять точно то есть вот я думаю что мои роды она запомнит тоже на всю жизнь и в этот момент включился мой муж спасибо ему большое он взял меня за руки и вот знаете мало того что вы конечно же должны слушать вот акушерок до которые им горят как правильно это делать но я делала все правильно изначально они меня еще очень хвалили говорили что прям вот очень классно ты прошла вот этот курс подготовки его в общем прям молодец и вот я начинаю тужиться я смотрю то есть по выражению лены вообще ничего нельзя было понять она просто стояла вот пред предкоматозное состояние такой вот а по выражению мужа я понимаю что вот что-то как-то не так ну точнее вот что-то его тревожит что-то он чего-то он боится просто мне не говорит я на него взглянула а он мне на меня смотрит и горит таня сейчас будет схватка и тебе надо ее выдуть потому что она уже вот здесь я ее уже вижу и что-то как-то долго ты ее туда-сюда гоняешь говорит мне и все вот эти вот слова мне прям отрезвили я включилась у меня открылась третье наверное дыхание уже не 2 и все и на этой схватке я ну наверное еще схваток 3 но я родила опять же я не знаю по какой причине я думаю что все таки вот человеческий фактор как бы сыграл свою роль я сейчас об этой вот акушер она стояла как бы как главное как принимающие роды и вообще на потугах я закрывала глаза когда я тужилась я закрывала глаза а на этой потуге я помню вот почему-то я этого не сделала потому что я вот прям ну думала что это уже последняя было а знаете почему потому что голову я уже родила и мне осталось родить плечи и вот думаю ну чё плечи сейчас хоп и все и я с открытыми глазами тужусь я и вижу при этом как вот это вот акушерка которая вот и говорю не уверена в себе она у нее такой растерянный какой-то вид и вот это главное говорит ей по норвежски говорит тени вниз а это чё знаете и это акушерка вот главное она вот прям ее так вот знаете грубо отдвинула как мне казалось что она прям влезла у меня полностью знаете но при этом она как бы засунула свои руки сделала вот этот вот поворот плеч и достала ребенка и в этот момент я загорала так вот как бы знаете неосознанно абсолютно об этом не думая абсолютно это не планируя я ну вот просто с меня вот это вот вырвалась такое знаете во что мой муж и моя сестра вообще говорит что я в этот момент чуть сознание не потеряла то есть вот этого чуть не стала моим прям последним вот все а муж говорит вот этот вот крик я запомню на всю жизнь я помню что я кричала но я есть честно его так прям чтоб как они не не помню и все я как бы понимаю что я родила более эти все мои прекратились но ребенок мой не кричит мне казалось но это было там пару секунд мне казалось что это была вечность и опять же лена чё она не кричит лена стоит я лёша чё она не кричит и он молчит и я уже их за руки говорю чё она не кричит и тут лена такая ночью это все нормально она уже побелела говорит в общем в этот момент моя гусеничка закричала вот этого положили мне ее на живот и все из этого момента как я вот сейчас понимаю по видео которые снимала лена в по фотографиям я не помню наверное первых 30 минут вот как только ее ко мне на живот положили я помню как я вижу ее вот это вот она синяя вся и она делает при этом вот эти вот движения знаете глазами как пытается что-то там разглядеть такая смешная и сразу ртом она делала такие вот типа давай есть я уже проголодалась помню как знаете вот вот так вот урывками вроде как и помню вроде не помню но опять же говорю судя со вот этих вот видео которые у нас есть то которые лена снимала видимо мой мозг на этот на это время как-то отключился ну собственно сами роды на этом моменте закончились судя с видео сейчас уже я смотрю лёша сам обрезал пуповину вообще держался таким прям молодцом кремнем пришла в себя я только тогда когда уже софия но дочка наша она уже лежала у мужа на руках он что-то с ней там разговаривал и ко мне подошла медсестра вот это главное и говорит у тебя разрывы небольшие как она мне сказала но это было неправда вот и мы тебе сейчас делаем обезболивание как бы внутримышечно и будем тебя зашивать я смотрю подтягиваются люди и норвегии нету такого знаете что пришел кто-то и вот что-то там с вами делал и не объяснила что что конкретно а пришли 2 2 доктора гинеколога которые потом меня зашивали естественно со мной познакомились это вообще нормальная практика и говорят ну вот там и сейчас тебя будем штопать и штопали не меня два часа у меня были сильные разрывы и внутренние и внешние то есть там было на чем поработать скажем вот но после этого когда я спросила когда мне можно вставать они сказали сразу можешь вставать девочка у нас родилась ну как бы крепышка не такая конечно большая как в свое время родилась я она родилась 3 940 49 сантиметров то есть как бы такая нерослая но крепышка и как бы с этого момента начало счастье вот родился новый человек все рады все довольны принципе на этом история моих родов заканчивается опять все это все с вами прожила очень многие задают вопрос боюсь ли я рожать во второй раз но как бы и да и нет боюсь опять вот этих вот разрывов но с той с другой стороны я уже знаю какие-то боли как это как себя правильно вести как дышать и ты 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 как говорила моя одна подружка когда я забеременна ленчик из ты меня смотришь тебе привет она говорит что это так классно это на и что такие две полоски потом ты носишь потом она там начинает вот эти вот первые шевеления шевелиться потом и такая народы мы упустим а потом ну да действительно роды мы упустим это просто нужно пережить и совсем вы справитесь я вам желаю удачи всем тем девочкам которые вот смотрели меня перед своими родами все обязательно будет хорошо просто будьте лучшей версии себя в этой ситуации видите себя правильно дышите правильно и слушайте то что вам говорит персонал все а сейчас у меня все спасибо за просмотр всем пока пока увидимся следующих видео